За три года войны на Донбассе погибли 2307 украинских военных. 8185 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник генштаба Виктор Муженко. По его словам, вражеская военная группировка на временно оккупированной части Донбасса составляет около 40 тысяч человек. Причем треть из них, подчеркнул Муженко, это кадровые российские военные. О том, как прошли последние сутки в зоне АТО, подробнее расскажет наш корреспондент Руслан Смещук. Это взрывается растяжка. Украинские позиции на шахте Бутовка. Прошедшая ночь здесь была одной из самых горячих на фронте. Посадки рядом до сих пор горят. Боевики их подожгли трассерами. Ну, они начали десь с часов, с пол седьмого вечера. Почелось огонь. Я еще домой пришел. Они стреляли десь до 11, до 12 часов ночи. Они еще просерили бою. Наши солдаты рассказывают, последние несколько суток противник боеприпасы не экономит. И буквально заливает украинские позиции смертоносным металлом. Усилили их тяжелым вооружением. Ну, как тяжелым? Типа СПГ, 12,7, утес. И они более сильным огнем начинают нас покрывать. И так же им подвезли боеприпасы. Если мы знаем, что раньше для них ВОГ-17, они редко ГЭС выкористовывали. Сейчас и ГЭСом начинают покрывать. То есть видно, что противнику подвезли вооружение и боеприпасы. В какой-то момент у наших терпение лопнуло. После очередного прилета вражеской реактивной гранаты, щедро, как говорят сами бойцы, насыпали врагам в ответку из всех стволов. После четырех приходов СПГ по моим позициям, мы решили это безобразие устранить. Был нанесен огневой удар противнику. Загнали его под землю, так чтобы они не шалили. Увы, не обошлось без потерь. Раненными сейчас занимаются лучшие врачи. Кроме того, создана спецкомиссия, которая расследует этот трагический случай. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.